В июне состоялось долгожданное открытие Ледового дворца спорта Эль-Лей-Батур. Со слов строителей, это единственный в своем роде спорткомплекс во всем регионе Дальнего Востока и Сибири. Церемонию открытия начал президент Республики Сахаи-Якутия Михаил Ефимович Николай. Хозяева Ледового дворца получили из рук строителей символический ключ. В строительство этого сооружения содействовали фирмы ЦЕМА Австрия, Филд Компани, Лимитед Япония и Бирге Интернешнл Якутск. Праздничный концерт открыли юные гимнастки детской юношеской спортивной школы города Якутска. Затем выступали танцевальные коллективы Эр-Эль, сюрприз, Сирсимяра, дворца детства. Затем участников праздника приветствовали мастера фигурного катания из Санкт-Петербурга. Три очаровательные бабы-юги спели романс, чем очень распотешили публику. Олег Тадауров, Наталья Крестьянинова, Алексей Торчинский, Алексей Мазуров, Мария Боровикова поразили публику отличной хореографией. Санкт-Петербурга Ну, у нас осенью в октябре, наверное. В Европу там? А, Европу я пока не еду. Что вы расскажете? А, Европу там? Там написано, написано, написано. Все, Гена, врубай. Николаев и члены правительства поднимаются к дворцу спорта. Почетное право разрезать ленточку предоставляется президенту республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Почетное правительство разрезать ленточку. Освещенного открытию ледового дворца спорта. Почетное правительство разрезает ленточку предоставляющих отраслей осуществление компьютеризации во всех сферах жизни, развития, информатики и так далее. Нам надо воспитывать гармонически развитое молодое поколение. Наша молодежь должна быть физически здоровой и нравственно совершенной. Пусть пополнятся имена чемпионов Олимпиад и мировых социальных... Матч по хоккею с шайбой между командами города Мирного и Ниренгрия. К сведению любителей хоккея напомню, что последний чемпионат республики был проведен в 1989 году. Тогда команда города Ниренгрия стала победителем последнего чемпионата. Михаил Лобов, воспитанник герюклинского хоккея, самый перспективный игрок команды «Шахтер». Матч в ледовом дворце спорта «Эллей Батур» предоставляется министром по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха Виктору Наговицыну. Он производит первое символическое вбрасывание, и эта шайба отправилась в музей физической культуры и спорта. Памятная шайба отправляется в музей физической культуры и спорта Республики Саха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова